Приветствую вас и многое уже ответили вам эксперты, наверное, кто-то ответил наиболее правильно по вашему мнению. Но я бы хотел все-таки выразить свою точку зрения, свое мнение на ту проблему, которая у вас есть. Во-первых, так, пожалуй, мне бы хотелось начать с того, что сказать вам о том, что поведение ребенка, вашего ребенка, оно прямо вытекает из типа отношений, которые есть у вас с ним. То есть, что это значит? А если вы своего ребенка, например, жалеете, да, если вы там изо всех сил пытаетесь лучше помочь как-то, по статьям, там, помогаете ему, да, там, жалеете его и так далее, то это очень сильно мешает ребенку самому для себя определять, что вообще ему нужно делать и куда вообще нужно стремиться, грубо говоря. Почему? Почему так? Дело в том, что ребенок сейчас, вот он именно сейчас, активно осознает мир. И если вы будете все время рядом, в глазах ребенка вашего, то вряд ли это сыграет хорошую, позитивную роль в пользу того, что ребенок станет самостоятельным. Вам нужно не жалеть ребенка, а спросить его, чего он хочет, чего он желает, как он хотел бы преодолеть свою проблему. Это в первую очередь, во вторую очередь. А в чем именно он видит угрозу для себя со стороны своих сверстников? Значит, они более наглые, печатливые, и это означает, что у ребенка к ним сложилось определенное отношение. Вам нужно понять, сперва для себя, какое вы сами хотите видеть отношение к подобным людям у ребенка. То есть, как бы вы считали правильным, каким бы поведением вы считали правильным для вашего ребенка, ваших карамид, и каким наиболее правильным, наиболее правильным поведением считает ваш ребенок сам, ну, ваш сын, если я правильно понял. Вот это те вопросы, которые вам нужно для себя разобрать. Следующий важный момент заключается в том, что подобный вопрос, который вы задаете, то есть вопрос о том, как решать проблемы, связанные непосредственно со взаимодействием человека с другими людьми, особенно вот на таком раннем этапе. Лучше всего решать через контакт с отцом ребенка, потому что вы, как мама, вряд ли можете адекватно оценивать то, что происходит сын с вашим сыном, и вы будете давать ему не ту модель поведения, которая ему, к сожалению, нужна, потому что вы женщина. А как женщина, у вас немножко другая модель поведения, как вы знаете, у вас немножечко другая модель поведения, и эта модель поведения, она не подходит для ребенка, для вашего сына, потому что у мужчины совсем иные цели, иные задачи, и так далее. вам нужно понять, это на самом деле общая такая, общая ориентирная установка для вас, вам нужно понять, в чем ваш ребенок хотел бы быть лучшим, да, в чем бы ваш ребенок хотел бы быть первым. То есть, вот, есть наглые сверстники, которые в чем-то его лучше. Хорошо. Это понятно. Они, его сверстники, лучшие вот, ну, в этих вот аспектах. В аспектах, например, там, наглости, да, и чего-то еще. Хорошо. Ну, а ваш ребенок сам по себе в чем хотел бы быть лучшим их первым. Вот, осветьте на этот вопрос хотя бы для себя. Через, конечно, вопрос ребенка быстро спросить у него. Вот, они наглые, да, они наглые, понятно, хорошо, они наглые. А ты, какие у тебя есть сильные стороны, спросите вы у ребенка. И вот именно с этого начнется преодоление труса. если ребенок хочет преодолеть проблему, как бы противопоставляя грубой силе силу свою, это его выбор. Но если ребенок заходит что-то другое, сделать, если ребенок захочет какие-то, ну, знаете, другие аспекты поднять, например, то тогда вам нужно этот его выбор, выбор вашего ребенка, ну, вообще-то говоря, принять. потому что в противном случае у вас с ним могут быть проблемы, разногласия, ребенок будет чувствовать, что вы вообще его не поддерживаете, что вы вообще не хотите его никак понимать и так далее. Это очень плохо для развития ребенка, для развития малыша, и этих аспектов нужно избегать. Ну, вот, в принципе, наверное, то, что я бы хотел вам сказать. Это такая, можно сказать, кардинальная, глубинная, ориентировочная рекомендация, потому что как именно преодолевать труд ребенку, вы можете понять лично тогда, когда будет писать, чего ребенок хочет, какие у него способности и может ли он удовлетворять требованиям, которые ему предъявляются. То есть, допустим, вот есть и существуют более наглые сверстники. Хорошо. Но как как эти более наглые сверстники себя проявляют, как они влияют непосредственно на вашего ребенка, что они делают. И вот этот момент является ключом. в зависимости от того, какие негативные аспекты проявляются во взаимодействии вашего ребенка со сверстником, и нужно планировать, нужно моделировать, точнее даже, поведение вашего ребенка, чтобы оно было направлено на оккупирование тех негативных аспектов, которые имеются. Оно было направлено на оккупирование тех негативных аспектов, которые имеются. И было направлено исключительно на то, чтобы ваш ребенок получал В итоге то, что он хочет То есть на удовлетворение Его потребностей и желания И все Это, наверное Самое главное Что вам нужно Для себя уяснить В этой ситуации На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго И удачи